Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам-ФМ программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня у нас очень интересная, на мой взгляд, тема. Интересна она прежде всего тем, что непонятно, о чем речь. Я сейчас буду зачитывать название, и я думаю, вы со мной согласитесь. Прежде чем я это сделаю, чтобы заинтриговать вас несколько, я хочу напомнить о том, что у вас есть возможность позвонить в студию в режиме прямого эфира телефон 6510996, код Москвы495, задать свой вопрос, поделиться собственными наблюдениями на интересующую нас сегодня тему. То же самое вы можете сделать, опубликовав вопрос на сайте финам.фм. В общем, принимайте активное участие в разговоре. На тему теперь внимание. Тема сегодняшней программы «Бизнес-класс» звучит следующим образом. Кластеры как инструмент инновационного развития регионов России. Аплодисменты. В гостях у меня, как вы понимаете, простых людей, разговаривать на эту тему я пригласить просто не мог. Поэтому пригласил непростых. Это очевидно. Итак, сегодня в гостях. Иван Михайлович Бортник, исполнительный директор Ассоциации инновационных регионов России. Добрый вечер, Иван. Добрый вечер. Еще один гость. Алексей Геннадьевич Комиссаров, руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства правительства Москвы. Добрый вечер, Алексей. Добрый. Ну, извините уж, традиционный вопрос у меня в начале программы, любой программы. Как ваше настроение, как ваши дела? Ну, такой американизм, если позволите. Ну, судя по улыбкам. Настроение отлично. Отлично, вот это главное. Инновационное. Инновационное. Иван Михайлович, в своем репертуаре за эфиром мы уже попытались сформулировать, да? У меня настроение паршивое. А почему? Поскольку мы тут через пару дней проводим международную такую сессию по кластерам, мы все стоим на ушах и просто не справляемся. Вот это, кстати, в продолжении моего вступления. Представляете, вот слушатели, кто не знает, что такое кластер, мы все, значит, как там, соревнования по кластерам, правильно я услышал? Нет, мы проводим конференции. Конференция по кластерам, мы все стоим на ушах. Боже мой, о чем речь? О чем речь? О чем речь? Ну ладно. Через некоторое время, я думаю, это будет понятно. Значит, я прежде всего проанонсирую наши сегодняшние встречи, несмотря, еще раз говорю, на интересную тему, по крайней мере, очень важную в нынешнее время. Наша тема, значит, наша встреча, точнее, не случайна, потому что она проводится в преддверии подготовки или в рамках подготовки к Международному экономическому форуму в Сеуле. Он пройдет 3-го, 9-го ноября в Корее. И, насколько я знаю, мои уважаемые гости, да, или нет, 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 Алексей Евгеньевич, вы не едете как... Едет мой коллега. Ваш коллега, да. А Иван Михайлович, вы будете? Я еду. О, мои уважаемые гости приглашены, да, в первых строках, как говорится, да, приглашены на эту встречу. И, если не возражаете, давайте первый вопрос будет касаться именно этого. Что же ожидается, что же вехового, что бы значимого ожидается на этом форуме, чему он посвящен. Ну, и если позволите, я бы еще и попросил вас расшифровать, ну, может быть, более знакомое широкому пользователю, более знакомый термин, но, тем не менее, что такое инновации? Вот как мы воспринимаем это, да, инновационное развитие? А вообще о чем речь? Иван Михайлович. Ну, во-первых, инновации гораздо труднее растолковать, чем кластеры. Это во-первых. Во-вторых, на самом деле, ну, меня немножко расстраивает, что вот мы говорим о форуме в Сеуле, и это, который начнется с 7-го, там, 6-го ноября, а у нас в Москве 31-го октября начинается форум наш, международный, не менее крупный, именно на эту же тему. Вот о нем мы почему-то не говорим. Это упущение, очевидно, я принимаю это, причем в свой адрес. Это упущение. Безусловно, безусловно. Теперь, давайте я все-таки скажу, что такое, как мы понимаем, кластеры, вернее, не мы понимаем, а как это сказано. Вот есть кусок земли, территория, и если на этой территории, как говорил основатель этого определения, есть такой Майкл Портер, он сказал, слушай, вот если на этой территории в пределах двухчасовой автомобильной досягаемости, два часа, вот, если там... А два часа откуда взялись? Вот он придумал, он придумал, он придумал. Ну, вообще, это по дорогам, чтобы на автомобиле можно было общаться всем этим ребятам. Ну, грубо говоря, это максимум 100 километров радиус, с учетом даже пробок совсем всех, 100 километров даже диаметр. То есть легкая доступность такая, да? Правильно, легкая доступность. И если на ней сосредоточилось много игроков в одном профиле, ну, например, кто занимается автомобильной промышленностью. Вот много малых компаний, университетов, приличные, средние компании, большие компании, слушай, им будет эффективнее просто жить, им лучше будет жить, если они будут взаимодействовать между собой, взаимодействовать между университетами, между собой и университетами, между собой и местной властью. Вот это он и назвал кластером. Ребята, и потом показала жизнь, что если вот они просто развиваются, даже когда кризис проходит, они гораздо сложнее проходит кризис, если они каждый сам за себя, и гораздо легче, и даже продолжают развиваться, если они работают все вместе. Вот это и назвали кластером. И теперь только стал понятие инновационный кластер. Ну, в смысле, где вот, как бы, переходя к инновациям. А здесь уже что такое вообще инновация? Ну, это тоже знаменитое американское определение. Наука – это способ, будем говорить, создавать новые знания за счет государственных средств, а инновация – это способ за счет новых знаний зарабатывать средства. В том числе, прежде всего, частным структурам. Такой замкнутый круг, да, в хорошем смысле. Да, да, просто инновация – это все, что если вы вот во свою интеллектуальную собственность, как говорят, патент, там, изобретение, еще что-то, можете превратить ноу-хау в продукт, вот это и есть инновация. И продать его на рынок вывести. Это инновационная деятельность. То есть, то, что меня, по крайней мере, всегда интересовало, я воспринимал инновации, это что-то из разряда будущего, что ли, будущего, непонятного, недоступного пока еще сейчас. Ну, вот нанотехнологии, пресловутые, я не знаю, насколько уместно этот пример привести, да, вот это непонятно, о чем речь, это есть инновация. Вот понимаете, инновация – это, во-первых, то, что сегодня. Вот, вот это важно. То есть, это совсем не так. Если даже возьмем ваш пример, нанотехнологии. Вот если сегодня Володя Чуев в Белгороде выпускает наноцемент для зубов, и после этого цемент усаживается на порядок меньше, чем обычный цемент, и пломба у бабушки выпадает из зубов гораздо реже, потому что температурные изменения, пища там холодная, горячая вода, цемент не разрушается. Усадка просто маленькая. Вот это нанотехнологии. Если сегодня носки в магазине продаются с серебром, и после этого носки, извините, там… Ну, я понимаю, да. Это нанотехнологии. То это нанотехнологии. Вот китайцы-то нанотехнологии огромное количество делают. Это вот эта одноразовая посуда, вот эта пластинка, которая убивает бактерии. Вот эти все трубы, которые идут водопроводные, металлокерамические, они туда всаживают вот эти наночастички, и после того бактерии там, когда идёт вода по трубам, они убиваются автоматически. Если в тюрьме надо покрасить там туберкулёжи у нас в камерах, а и там красочка. Это наша компания выпускает краской, которая красит на базе нано, она придумана, Академия Калфимов придумана. И бактерии, по крайней мере, уберкулёзные, убиваются. Великолепно. Вот это нанотехнологии рабочие. По поводу будущего и настоящего, что действительно согласен, что инновации – это то, что есть в настоящем, но зачастую их ценность оценивается, можно понять в течение какого-то времени. И сейчас очень много, иногда даже слишком много разговоров про инновации, и не всегда понятно, зачем это нужно. А нужно это как раз для того, чтобы… Нужны разговоры или инновации? Нет, нет, зачем инновации нужны. И если переходить, говорить о будущем, то инновационные какие-то решения, они позволяют получить эффект в течение более длительного времени или быстрее, чем при традиционных технологиях. Поэтому здесь можно говорить о таком совмещении настоящего и будущего. Ну да. Это правильно. Это правильно, да. Огромное спасибо. Ну, я думаю, более-менее мы расшифровали, и что такое инновация, хотя это сложнее, да, как Иван Михайлович говорил. Ну и понятие кластера он дал абсолютно квалифицированно. Это не я, это Портер дал. Это Портер. Я бы по поводу кластера дальше, если позвольте, добавил, что главный эффект кластера заключается в том, что результат вот этого общего взаимодействия, как сказал Иван Михайлович, он превосходит сумму результатов каждого участника. И мы говорили про то, что важно, чтобы были университеты, важно, чтобы были крупные компании, важно, чтобы были мелкие компании, но еще и важно взаимодействие между самими, например, мелкими компаниями, которые могут являться конкурентами. Вот в Америке сейчас такое новое уже, уже не очень новое, но тем не менее, относительно новое слово коопетишн, которое связь компетишн и кооперейшн, такое взаимодействие среди конкурентов, которое приводит к взаимовыгодному результату. И это тоже очень важно для кластерной политики. Это важно, и более того, я даже вот сейчас, по крайней мере, слушаю вас и не совсем понимаю, как конкурентно ориентированные компании могут еще взаимодействовать между собой, извлекая выгоду для друг друга. Примеров очень много. Если мы говорим, например, про университеты, про взаимодействие с университетами, представьте, как какая-нибудь маленькая компания в Зеленограде может договориться с университетом о том, чтобы готовили для этой компании специалистов по лазерам, предположим. Вот нет такой программы, которая необходима для этой компании. Вряд ли из этого что-то получится. Если таких компаний будет 10-20, они объединятся и вместе будут общаться с университетом, то вероятность, что такая программа будет создана гораздо больше, и, соответственно, появятся такие специалисты, и это будет хорошо для всех. Ну, я только один пример применю. Я понял, я понял. Их может быть много. Вот в Париже, ну, в Париже вообще кластер так называемый, ну, будем называть его Кабдеж, но информационный кластер по информационным технологиям. Там 600 компаний в одном кластере. Конечно, парижские университеты слушают их, потому что это огромный... И ориентируются на них, да? Это, будем говорить, это огромный потребитель их выпускников. И они на них, конечно, ориентируются. Замечательно. Ну, спасибо огромное, что мы вспомнили о Париже, да, немножко романтики в наш разговор привлечет. Сейчас самое время послушать новости на Финам. Ну, что ж, уважаемые слушатели, мы продолжаем наш сегодняшний разговор. В эфире Финам. 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 Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы. Кластеры как инструмент инновационного развития регионов России. Я напомню, сегодня в гостях Иван Михайлович Бортник, исполнитель и директор Ассоциации инновационных регионов России. И Алексей Геннадьевич Комиссаров, руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства правительства Москвы. В Париже мы только что побывали, благодаря рассказу Ивана Михайловича. Кстати, Париж, он в целом кластером считается или какой-то отдельный его район? Как это все выстраивается? Это опять точно так же. Это вообще в Париже, вернее во Франции, они вообще сделали уже 70 вот таких пулесов конкурентноспособности. Ну, по нашему вот это кластер. То есть они говорят, вот слушайте, вы в каком-то региончике, как я уже, как Портер сказал, шаговой доступности, вы вот сформировали какой-то сильный комплекс предприятий и университетов, и региональной власти, так, чтобы вас видит весь мир и говорит, слушай, вот здесь лучший продукт. Иван Михайлович, вот смотрите, вопрос у меня сразу же, если позволите, практический. А как, ну, если не на ровном месте, да, не в поле мы выезжаем в поле, там, забор поставили, вот этот вот, да, 100 на 100 и начинаем там что-то строить. А если мы уже на исключительно, так сказать, развитой территории пытаемся сформировать кластер, я так понимаю, то, что происходит сейчас и у нас. Он ведь должен, наверное, появиться вокруг чего-то. То есть есть какое-то, ну, как говорят такие случаи, градообразующие предприятия, да, вокруг него начинаются там постепенно вот что-то. Или как-то иначе. Вы прямо по больному месту идете, да? Да, извините, я не знал, что это место больное. Нет, есть две модели. И зарубежная модель в основном идет, как они говорят, снизу вверх. Вот как сейчас у нас... В чистом поле. Как, нет. Наоборот. Вот сейчас, как у нас в Новосибирске, там еще вот как только началась знаменитая перестройка и так далее, как только вышел закон о кооперативах, появилась куча небольших компаний в области информационных технологий. Они сегодня уже дают 10% всего продукта Новосибирской области. Вот Алексей Игнаевич расскажет вам, что то же самое происходит в Зеленограде. Обязательно. Обязательно. Но эти уже есть, их формально, они начинают понимать, слушай, вот как Алексей Игнаевич сказал, сумма нашего суммарного продукта будет больше и нам эффективнее будем на рынке, если мы объединимся. Где-то будем, в чем-то объединяться, в чем-то будем продолжать конкурировать. Они вот... Ну это логично. Это обязательно. Конечно. Так, но они продолжают. В этом случае мы будем говорить о слиянии поглощения, если мы не будем продолжать. Ну, они как раз не сливаются, не поглощаются, но они вот и конкурируют в то же время, и в то же время по каким-то делам. Особенно по заказам, по взаимодействию с университетами, они выступают как единый вот такой. А есть другая система, на самом деле, которая вот у нас, ну, исходя из нашей, как бы, модели советской, у нас есть крупные, градообразующие, на самом деле, предприятия. И большинство кластеров, которые сейчас утверждены даже правительством, они идут, аэрокосмический кластер, это там Железногорск закрытый, Саров бывший закрытый, ну и даже сейчас закрытый город, это Самара, вот крупные предприятия. И вокруг них, ну, там мало пока еще, малых предприятий, какая идеология, слушай, а теперь вот давайте, плодитесь, как говорится. А каким образом плодитесь? Надо отсюда перевезти сюда, перевезти, да? Вот пусть расскажет. Ну, у нас тут, на самом деле, в Москве... Как плодиться, да, расскажите. Как это происходит в Зеленограде, например? Давайте расскажу, да, как происходит в Москве. Мы, вообще, Миноконаврозвитие в этом году проводило конкурс на такие инновационные кластеры. И от Москвы было две заявки, они обе прошли финальную часть. Одна заявка от Зеленограда, вторая от Троицка. Мы обе заявки поддержали. И вот как раз в Зеленограде особенно это чувствовалось, что, собственно, интерес к созданию такого кластера шел от самих компаний. На сегодняшний день в этот кластер заявилось около 150 компаний. Это и бизнес, и университеты, и какие-то научные учреждения, которые заинтересованы в таком взаимодействии. Кстати говоря, они уже, вот, вопрос снизу вверх, они уже достаточно успешно. Вот, совокупная выручка участников кластера в 2011 году составила около 25 миллиардов рублей. То есть это уже, в общем, достаточно ощутимо. Ну, серьезные цифры, да, Виш? Вот, доля малых компаний в этих, среди этих компаний около 20%, то есть примерно пятая часть. И что еще очень приятно, что достаточно большая доля экспорта, около 30% у всех этих компаний, продукция идет на экспорт. Это, в общем, показатель тоже такой, может быть, неофициальный, неформальный, но показатель инновационности востребованности. Безусловно, конечно. В других странах. В Троицке ситуация немного другая, но Троицк — это очень мощный центр научный, и здесь, в общем, инициатива идет и от администрации Троицка, и от научных учреждений, там есть ФИАН, там есть другие институты, которые заинтересованы в том, чтобы появлялось больше малых компаний, которые могли бы использовать те наработки, которые они делают, и, соответственно, опять-таки развиваться взаимно друг друга, дополняя. Так что мы верим в то, что это нужно, полезно. Надеюсь, что в ближайшие годы получим уже какие-то результаты, сможем говорить, к чему это привело. В любом случае результаты уже есть, вы не случайно их озвучили, по крайней мере, в плане Зеленограда. Ну, они были без кластера, без названия, скажем так. Посмотрим, что даст такое объединение. Очевидно, объединение это позитивное. Тогда, если позволите, другой вопрос. Во-первых, вы говорите, что в московском регионе уже есть два, как минимум, сформировавшихся или двигающихся в этом направлении. Основа есть. Основа есть, да. А почему два? Ну, потому что, с одной стороны, они были наиболее готовы, вот эти территории, да. Во-вторых, это действительно центры такого мирового уровня и Троицк, и Зеленоград. Исторически. У меня на слуху, извините, на слуху вы видите, вот я знаю, безусловно, и, наверное, тоже, да, в этом смысле интересный регион, как Дубна. Наукоград известен. Да, но Дубна находится в Московской области. А, Троицк и Зеленоград, а Троицк и в Москве. У нас, смотрите, вот, у нас в Дубне кластер, у нас есть кластер, у нас в Пущино кластер, у нас в Химках кластер на базе, там, МФТИ и связанной там с компанией Химрар, то есть, вот, это в Московской области, у нас в Калужской области пара кластеров, поэтому. То есть, процесс-то идет. Нет, идет, особенно на базе, вот, собственно, почему, например, Зеленоград проявлялся? Потому что, ну, там был МОНО в свое время, ну, вы знаете. Да, конечно. Так был МОНО, МОНО, электронный наш гигант. А когда все это рухнуло, так скажем, да, то что ребятам-то делать? Не уезжать же из Зеленограда. Обстановка приятная. И они начали создавать сами компании. И когда вот сейчас вопрос возник, как бы, им уже стало выгоднее уже объединиться, и в том числе по отношению к МИЭТу, институт, там же электронные техники. То есть, они выступают единым заказчиком. Даже существует очень тесная связь между ними и университетом, между компаниями. То есть, оно, он натуральным образом появляется вот этот кластер. То же самое, кстати говоря, в Троицке происходит. А Москва, если вот Москва вот здесь вот в центре, ну, тут сложно с промышленным развитием. Конечно. И они разбросаны на многие малые предприятия. Проблемы инфраструктуры, прежде всего, да? Правда. И проблемы инфраструктуры, безусловно. И, кстати говоря, кластеры должны решать этот вопрос. Безусловно. И, например, вопрос жилья для молодых или не очень молодых сотрудников. Я не знаю, опять, правильно ли будет сравнить. Ну, вот я вчера рассказывал за эфиром, я был в Сколково, да, на известном мероприятии. Вот это можно считать с кластером? Ну, в какой-то, может быть. Вы знаете, это отдельный вопрос. Потому что Сколково, ну, не все, не всегда все люди понимают идеологию самого проекта. Вот Сколково кластером, с моей, например, точки зрения, нельзя считать, потому что у Сколково другая функция. Сколково, если кто знает, опять возвращаясь к Франции, есть такое София Антиполис. Вот это тоже, это привнесенный, это исследовательский центр, в основном крупных корпораций, но и малые там корпорации, образовательный центр будет, но там, это другая задача. Другая задача у этого центра. То есть, в основном... То есть, это не промышленное даже производство, даже по правилам, по уста у Сколково. Наращивая промышленного производства, наращиваешь, уходи из Сколково. Здесь у вас исследовательский центр. Да, да, да. Согласен. Вот, кстати говоря, чтобы далеко не уходили, у Москвы есть политика взаимодействия со Сколково, для того, чтобы те компании, которые там появились и достигли уже определенного уровня развития, могли приземляться, как мы говорим, в Москве. Они вынуждены были уезжать в другие страны или регионы. А к тому же, сказал Иван Михайлович про то, что Зеленограда не уезжает. На самом деле, из Зеленограда десятки тысяч людей ездят в Москву на работу. И вот мы в том числе рассчитываем, развивая вот этот высокотехнологичный кластер, создавать там просто новые рабочие места, чтобы меньше людей туда-сюда ездили каждый день. И таким образом еще и транспортную проблему. Много, да. Сразу проблем-то много решается, естественно. Стоим в пробках. Я ездил недалее, как в это воскресенье, в Зеленоград. Я живу на другом конце, на юге Москвы. Я туда полтора часа обратно был. Я стоял в пробках. В воскресенье. А что делается в будни, мы же знаем, прекрасно. Еще один вопрос. Ну, извините, технически у меня такое ощущение, что я сам подумаю о том, как бы создать кластер где-нибудь, да, поблизости. Как вот это вертикально, ну, вертикально или как-то иначе, как это все выглядит? То есть нужна инициатива наверняка, да? Ну, идея, понятно, идея витает в воздухе, мы ее принимаем, вы согласны, я согласен. Потом кто-то говорит, давайте, ребята, да, вот сядем вместе за круглый стол, вы, 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 обсудим, как это выглядит. Как это выглядит, Алексей Геннадьевич? У вас есть опыт уже? Ну, конечно, без какого-то организатора, лидера никогда ни один проект не реализуется. Вот кто, в данном случае, лидером, да? Пластер это или что-то другое, разницы никакой нет. Вот в Зеленограде таким лидером выступила особая экономическая зона, которая тоже находится в Зеленограде, и они выступили с такой инициативой, давайте объединяться вокруг, собственно, объединим все зеленоградские компании. Почему они это предложили? Потому что плюс к тем проблемам, которые мы обсуждали, с кадрами необходимыми, с жильем, взаимодействием между компаниями, есть еще, например, такой момент, как удобство для иностранцев. Да, вот если мы говорим про психотехнологичные компании, туда люди должны приезжать и в качестве гостей, и кто-то в качестве научных сотрудников, профессоров, обычных сотрудников. Ну, то есть, чтобы это мобильно было, да? Чтобы им было удобно и комфортно, чтобы были вывески на английском языке, чтобы была какая-то понятная инфраструктура. Для них, да. Да, поэтому вот инициаторы из особой экономической зоны сказали, давайте все соберемся и будем эти проблемы решать. Причем, что они предложили? Они предложили, поскольку проблем много, и проблемы есть такие общероссийские, законодательные, таможенные законодательства, миграционные и прочие-прочие вопросы. Они предложили разделить, давайте Зеленоград займется, например, таможенными проблемами, Дубна займется проблемами миграционными, кто-то еще проблемами кадров, для того, чтобы не делать одно и то же, а вот уже такое межкластерное взаимодействие тоже приводило к какому-то синергетическому эффекту. Ну, я, так сказать, продолжение этой темы предположу, что наверняка для решения массы проблем необходимо, ну, что логично, да, большое количество средств, ну, буквально в смысле средств. То есть кто-то должен это дело финансировать. Как это происходит? Объединяются они, сбрасываются, что называется, в общий... Сбрасываются. В общий... Серьезно? Да. Сбрасываются. А государственные финансирования мы не идем? Вот я могу просто... Ну, во-первых, во-первых, конечно, это государство за интересом. Потому что государству надо повышать эффективность экономики. Естественно, ну, тогда надо придумать, использовать какой-то инструментарий для этого. Но, честно говоря, вот даже то, что сейчас происходит по кластерам, утвержденным государством, там деньги играют второстепенную роль. Вот, например, кластер Татарстана, который они там сейчас делают, и он утвержден. Там, по-моему, государственные деньги вот от государства напрямую составляют, я даже не помню, какие-то копейки, в процентах. То есть это, прежде всего, средства самих компаний. Подождите, а государственные деньги в процентах? Почему? Потому что государство не дает этих денег? Нет, просто они... Это не должно держаться на государственных деньгах. Это должно держаться, прежде всего, на инициативе самих предприятий. Есть, например, ну, в том же в Татарстане есть, например, проблемы. Там для эффективной работы этого кластера надо провести реконструкцию куска федеральной трассы. Спасибо огромное. Мы как раз об этом поговорим чуть подробнее. Сейчас новости на Финамофф. Итак, уважаемые слушатели, мы продолжаем наш разговор. Сегодня обсуждаем тему кластеры как инструмент институционного развития регионов России. Бизнес-класс в эфире Финамофф. Меня зовут Олег Дмитриев. Присоединяйтесь, собственно, уважаемые слушатели. Присоединяйтесь к нашему разговору. Мне кажется, эта тема очень интересна, увлекательна и полезна. Минимум. Телефон в студию 6510-99,6. Код Москвы 495. Сайт компании финам.фм. Вопросы ваши обязательно будут озвучены. Ну и я уверен, на них дадут мои сегодняшние гости квалифицированные ответы, потому что, безусловно, они и сами квалифицированные. Напомню, это Иван Михайлович Бортник, исполнитель, директор Ассоциации инновационных регионов России. И Алексей Геннадьевич Комиссаров, руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства правительства Москвы. Ушли мы на новости. Я, к сожалению, прервал Иван Михайлович. Он рассказывал о кластере Татарстана. Обсуждали мы то, что, да, как, собственно, государство участвует в создании подобных механизмов. Ну, государство, во-первых, что важно, одобряет эту идею. Это важно, да. Это на самом деле важно. Так, у государства есть и финансовый инструмент. Но это финансовый инструмент. А, вот есть все-таки проблемы, которые государство должно решать. И когда оно видит, что вот это для кластера позволяет повысить его эффективность, например, потому что у государства не хватает, условно, денег на все дороги в России. Ну, это логично. И поэтому, слушай, а вот здесь это важно, это приведет к такому эффекту. И поэтому вот здесь участок федеральной трассы мы в нашей инвестиционной программе государственной предусмотрим. Потому что это для этого кластера. Да, и мы отдаем, да, собственно, строительство этой дороги непосредственно. Значит, деньги все равно выделяются государству. Просто идет, как говорят финансисты, приоритизация расходов. Что, а, вот здесь у нас развивается, это помогает инновационному развитию регионов. Вот создание здесь этого кластера, процесс идет хорошо. Так мы, давайте, государство, приоритизируем часть расходов наших все равно государств в этом направлении. То есть это не приводит к увеличению каких-то дополнительных перераспределений на вот этот эффективный инструмент. Но, тем не менее, я правильно понимаю, что основное финансирование кластер ведет на себя. Участники вот этого сообщества берут на свои плечи, потому что вполне логично, им это выгодно, да, это перспектива их развития. И они говорят, ладно, что же мы... Абсолютно точно. Какую-то долю, да, собственных средств мы можем... Значительную долю средств, это их средства. Уважаемый гость, Иван Михайлович, прежде всего, я прошу прощения у вас. А, нет, сорвался у нас звонок, да, сорвался, да. Просто мне вот пишут, сейчас у нас есть звонок, и там наш слушатель Борис хотел узнать происхождение слова кластер. Ну, я думаю, что стоило, да, пожурить его за то, что он не сразу присоединился к нашей программе, потому что, уважаемый Борис, мы начали с того, что Иван Михайлович рассказал нам, откуда этот термин взялся, и почему мы именно так... Кстати, а нет желания? Собственно, само слово означает, насколько я помню, гроздь, какой-то вот совокупность, какое-то, да, это английское слово, поэтому подразумевает некое объединение отдельных элементов. Я думаю, это не принципиально, вот я хочу задать вопрос, он частенько возникает, ну, по крайней мере, у тех, кто все еще любит великий и могучий русский язык, он этот вопрос возникает. А нет ли смысла, нет ли возможности иногда американизмы заменять все какими-то близкими и понятными нам терминами? Я еще раз повторю, может быть, это и не самое главное в стратегии развития кластеров в России. А вы знаете, какой-то аналог русский? Ну, вот сейчас вы буквально перевели, но гроздь, конечно, это как-то... Гроздь как-то не очень, объединение, да, сообщество. Ну, наверное, я очень люблю русский язык, но иногда все-таки такие международные слова, да, они становятся понятнее, становятся международными. Ну, ладно, в конце концов, пусть это будет самая большая проблема, о проблемах мелкого, более мелкого масштаба давайте поговорим дальше. Ну, во-первых, мы говорили о участии государства, и, наверное, да, помимо финансирования, государство, ну, я не вижу никого другого, кто бы этим занялся, государство отрегулировать законодательно должно, мне так кажется, да? Вот что вы, с этой точки зрения, что сейчас делается ли, сделано ли, и есть ли проблемы, вот с точки зрения регулирования? Ну, во-первых, эта задачка стоит перед государством в том числе, эта работа допущена. Вот даже я просто знаю, по зеленоградскому кластеру вот эти активные ребята, которые придумали, они уже около 600 поправок придумали для законодательства. А с другой стороны, да, ребята активные, понятно, что их активность, так сказать, имеет место, потому что они хотят очевидные вещи-то. Но очень часто мы сталкиваемся с тем, да, что есть инициатива, есть предложение, а ответа нет. Вот здесь может, существует такая проблема? Алексей Геннадьевич, ну, к вам, наверное, больше. Вот как раз то, что сейчас происходит в Москве, именно с кластерной политикой, здесь я вот такой проблемы не вижу, потому что есть желание и федеральных властей Минэкономразвития такую программу реализовать, есть однозначное желание московских властей, есть желание, как уже говорили предпринимателей, представителей бизнеса это сделать. Образовательные учреждения сейчас все больше и больше включаются в эту программу, потому что они понимают, что выпускать нужно тех специалистов, которые востребованы рынком, иначе у нас не хочется говорить про грустную тему с инженерным образованием. В общем, говорить надо, а как? Да, ну, говорить, наверное, надо, потому что... Вот они идут на рынок, они идут еще куда-то. Какое у тебя образование? Я инженер-строитель. Стою, торгую... Шутят, удиви свой институт, пойди работай по специальности. Во-во-во-во, ну, это же никуда не годится. К сожалению, так и происходит, но университеты сейчас это понимают и активно тоже взаимодействуют. И местные власти. Вот я говорил про то, что в Зеленограде инициатива пошла от особой экономической зоны, от руководства этой особой экономической зоны. А, скажем, в Троицке основная инициатива была от местных властей, от администрации Троицка, от мэра Троицка. И они прекрасно понимают, что создавая такой кластер, они привлекают и людей, и компании в свой город. И у них есть возможность для развития, потому что тот потенциал, который есть у Троицка, он очень мощный. И очень бы хотелось, чтобы он не затухал, а наоборот развивался. Возгорался, да. Наоборот возгорался. Иван Михайлович, добавите что-то с этой точки зрения, с точки зрения законодательства. В принципе-то... Я только соглашусь с Алексеем Геннадьевичем, что так как это и государству интересно, то сейчас и сами вот эти ребята генерируют мысли, и вообще есть целая программка такая, как делать, что надо поменять в законодательстве или в нормативных всяких вещах. Но прежде всего, с учетом ограниченности по ресурсам, все-таки все смотрят. Слушай, давай выберем наиболее эффективные инструменты. Ну, условно, вот что-то мы налоги, вычеты сделаем под какие-то вещи, что-то еще где-то сделаем. То есть что-то поменяем в самом законодательстве, чтобы просто эти зоны могли лучше развиваться. Что-то, вот то, что сейчас и премьер говорит. Давайте по таможне для этих продуктов. То есть вот раз это государственная политика, развитие регионов через такие кластеры, давай посмотрим, как государственные инструменты на это деланы, в том числе законодательно. Ну что ж, хорошо. У меня, честно говоря, вот я вам об этом говорил еще до программы, да, представление было очень поверхностное о том, о чем, да, вот, собственно, речь пойдет, и тем более уж как это все дело движется. Не знаю, согласятся со мной слушатели, но у меня такое благостное впечатление сейчас, что все как-то, так знаете, ну, если не все отлично, то, по крайней мере, все движется в нужном направлении. Я позволю себе немножко отвлечься от кластера, потому что даже чуть выше Иван Михайлович говорил, да, что мы говорим о некой стратегии инновационного развития России. И кластер в этой стратегии, он выступает неким инструментом, да, то есть это вот один из способов этого самого развития. Это так и записано в стратегии инновационного России, там есть раздел территории инновационного развития, вот это и есть кластер. Замечательно. А что вы бы поставили, ну, рядом или в списке, в перечне, рядом с кластером, как инструментом, да, что бы вы поставили еще? Инструменты инновационного развития именно. Потому что я так понимаю, что не ограничивается ведь, да, наша вот эта вот надежда на восстановление, возрождение России только развитием кластеров. Наверное, какие-то еще приоритетные существуют управления? Ну, здесь приоритетов несколько. Для нас, вот если говорить про Москву, мы очень хотим работать с образовательными учреждениями, прежде всего с университетами, поскольку все инновации держатся на людях и только с людьми могут развиваться, с людьми образованными, умными и стремящимися к каким-то изменениям. Поэтому это очень важно, причем не только на этапе высшего образования, но и в возрасте школьном, может быть, даже и дошкольном. Вот эта вот популяризация предпринимательства, она чрезвычайно важна. Если больше школьников, больше детей, больше студентов захочет идти либо в науку, либо в то самое инновационное предпринимательство, то тогда это развитие будет действительно ощутимо. И здесь инструментов появляется достаточно много. Вот Иван Михайлович один из таких энтузиастов продвижения так называемых поблабов, может быть, он про это расскажет. Я бы попросил его. С моей точки зрения, это тоже очень хороший инструмент. Он такой, знаете, совсем маленький для государственной политики, но очень-очень важный. И вот из таких как раз мелочей и складывается целиком политика или какие-то результаты. Для нас очень важно, для Москвы, привлечение высокотехнологичных компаний. Вот сейчас наша политика строится на том, чтобы такого рода компании не уходили из города. Те, которые существуют, а те, которые существуют в других городах или в других странах, приходили в Москву. Сейчас мы для этого разработали, и уже Мосгордума принят закон о научно-технической инновационной деятельности. Сейчас подзаконные акты разрабатываются, специальные будут льготы. Мы создаем территорию инновационного развития, технополисы, индустриальные парки, технопарки. Это все тоже для именно привлечения и приземления таких компаний. А вокруг них все будут образовываться, соответственно, такие вот очаги, которые могут перерастать в кластер или не перерастать, но, по крайней мере, способствовать. Ну да, по крайней мере, повод будет для этого. Алексей Геннадьевич, еще один вопрос, вот ваша фраза, чтобы из Москвы не уходили компании, которые уже существуют, в которых Москва заинтересована, а по каким причинам они уходят? Ну, причины, наверное, очевидны. В первую очередь, это стоимость ведения бизнеса в Москве, конечно, она выше, чем во многих других регионах. Из-за вставок аренды, из-за стоимости рабочей силы, из-за каких-то других еще моментов. Поэтому некоторые компании задумываются о том, чтобы переехать туда, где дешевле. Логично, да. Но, с другой стороны, в Москве столько высококлассных специалистов, как в Москве, нет больше нигде. И поэтому вот этот как раз такой баланс, который, наверное, сдерживает вот эту ситуацию. И поэтому, если мы будем работать над тем, чтобы у нас специалистов высококачественных, высококлассных было больше, чтобы они появлялись через образование, да, благодаря университетам, благодаря различным программам, и чтобы они приезжали, и чтобы они не уезжали, вот тогда и компании здесь еще больше будут концентрироваться и просто вынуждены будут не уходить, если мы говорим, опять-таки, про высокотехнологичный бизнес. То есть, другими словами, да, то есть мы заставляем остаться компанию, предлагая ей высококвалифицированную рабочую силу. В то же время, снизить арендную ставку мы не можем. Ну, это рынок. Это все остальное, это будут какие-то искусственные... Ну, я, может быть, веду к тому, что может ли взять на себя правительство Москвы в данном случае, ну, какая-то, да, муниципальная структура датирования, я не знаю. У нас есть специальные программы с бизнес-инкубаторами, с технопарками, где есть льготные ставки аренды. Ну, это, в общем, для тех компаний, которые только начинают свой бизнес и для которых это наиболее актуально. Да, но вот для уже такого полноценного бизнеса, конечно, он должен работать в реальном рынке, на реальных рыночных условиях. Но, опять-таки, тем не менее, вот я перед этим сказал, что мы предлагаем сейчас налоговые льготы, будем предлагать, я надеюсь, что Мосгордума нас поддержит с этим. И тогда уже высокотехнологичные компании, которые будут находиться в наших технополисах, они такие льготы будут получать. Это здорово, это здорово. С другой стороны, смотрите, если говорить о регионах, да, то там подобные затраты гораздо ниже, но там нет квалифицированной рабочей силы, там нет высококвалифицированных специалистов. Проблема регионов в этом случае, да, рисуется каким образом? Не надо обижать регионы, там, вообще говоря, очень сильные квалифицированные специалисты. Я ни в коем случае не хотел их обидеть. Я прошу прощения. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему разговору, сейчас послушайте новости Анастасии Юрьевой. Итак, друзья мои, итак, друзья мои, время неумолимо. К сожалению, осталась последняя всего лишь небольшая часть нашего эфира. В эфире, кстати, Финам.ФМ, программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Мы разговариваем сегодня о инновациях. Программа инновационного развития России. Это вещь очень важная. Это всем очевидно. А теперь она стала более понятна, мне лично, как минимум. Потому что один из инструментов этой программы – это кластеры. О них мы сегодня говорим более детально. Есть, ну, не множество, да, есть некоторое количество и других инструментов. Вкупе они и создают все это ощущение, что все-таки Россия ждет прекрасное будущее. Кстати, о будущем, да? Алексей Геннадьевич, рассказывая о том, что происходит в Москве с точки зрения инновационного развития, упомянул. Я так понимаю, это детище Ивана Михайловича, правильно? Нет, нет, это не мое детище. Это общее настроение витает в воздухе. Но, тем не менее, говоря о будущем, естественно, надо говорить о детях, о подрастающем поколении. Вот эта идея фаб-лаб, да, фабрика, лаборатория, правильно так? Если можно, поподробнее расскажите, пожалуйста, Иван Михайлович. Ну, ничего в этой идее сверхъестественного-то нет. Это бывшие наши кружки юных техников, кружки умелые руки. Вот это все. Но мы же их ухитрились за эти годы, мягко уражаясь. А проблема в том, что вот этим кластерам, тем более инновационным, им же нужны люди. Им нужны люди. А где их взять? Вот с моей точки зрения, наша религия, а я бы даже сказал, больше наш фольклор, он не готовит инновационного человека, он готовит творческого человека. Вот россияне, они творцы. А сделать потом из этого, сидит Емеля, даже не сам придумает, ему царь говорит, там, что-то сделай. Он куда идет? К Марусе, там, к своей жене еще. И так, ложись, спи, Емеля. Отдыхай. Отдыхай, к утру все будет. Поэтому, ну, непривычно у нас самому превратить свою мысль, даже свою мысль, в продукт. И вот это есть инновация. Но вот эти, у детей это надо делать. Поэтому нам вот эти кружки все нужны. И вот эта фабрика лаборатории, как бы, тоже, пусть не наша идея, но она наша по духу. Нам надо, ребятам, у которых есть идея, дать возможность ее превратить в продукт. То есть, слушай, получается, я инноватор, и у меня душа радуется, и я стал чего-то сам делать. И идея только состояла в одном, вот современной идее, что тогда ему в руки надо дать, если он хочет что-то выпилить. Надо дать не ножовку, а лазерный резак. А раньше, кстати, вот в кружке у милой руки ножовку давали. Но сегодня, сегодня, вот и готовить его к современным производствам, которые будут и в кластерах, и есть, он туда придет, а там ножовок уже нет. Там уже есть какие-то автоматизированные схемы, вот с точки зрения уже работы в системах, с информацией, он уже привык работать с компьютерами. А вот он должен привыкать с самого начала работать уже с автоматизированным производством. И такое оборудование сегодня стало дешевое на рынке мировом. Оно стоит, вот это полное оснащение, это мастерская кружка у милой руки, оно стоит сегодня всего, там, 3 миллиона рублей. Это копеечные деньги для государства. И государство пошло на это, и запустило сейчас эту программу Минэкономразвития, поддержало Москва, все регионы, Татарстан, Красноярск. И сейчас пошли деньги, и ребята вот в эти кружки уже получают такое, ну, современнейшее автоматизированное оборудование. Им приятно, они говорят, слушай, не получалось. Здорово, здорово. Получается, вот какой в МИИ появился такой в колледже, такой фаблапчик, американцы даже поставили. Сегодня какой-то там музыкально одаренный парень смог свои музыкальные идеи превратить с помощью технического вот этого всего, что у него есть, в такие вещи, что он выиграет международные конкурсы. И американцы им гордятся. Слушай, вот какого... Поэтому вот это распространение по России, восстановление системы, ну, называйте это НТТМ, научно-техническое творчество молодежи, кружков, стаближенческих конструкторских бюро, но оснащение их на новом уровне, вот этим высокотехнологичным оборудованием, вот это и пошла программа в России. Это хорошо. Здорово. Ну, вот Иван Михайлович делал акцент на такой ремесленной составляющей этого процесса, что вот как именно воплощать свою идею. Мне кажется, все-таки, что очень важно как раз воспитание такого творческого подхода и сочетание того, что можно сделать руками, с тем, что из этого может получиться. И мы вот в том числе с Иваном Михайловичем вместе были в одном из таких фаблабов в Америке и видели, какая там царит атмосфера, ну, это потрясающе. И мне кажется, главная ценность этих фаблабов для нас в том, что после них дети, по крайней мере, часть из них захочет стать инженером, захочет уже в взрослом возрасте что-то создавать, что-то проектировать, что-то придумывать. Потому что сейчас я мало встречаю школьников, которые говорят, я хочу стать инженером. Много кем хотят, но вот сюда как-то не очень идут. Вот у нас первый такой заработал в Красноярске сейчас уже. Туда пришли девочки. И одна девочка сказала, слушай, вот теперь я точно пойду на квантовую электронику. Потому что я увидел, что можно сделать. А какого возраста девочка? Ну, она, правда, уже школьница, вот где-то девятый класс примерно. Я пойду уже в университет поступать на квантовую электронику. Я увидел, как квантовая электроника помогает идеи превращать в продукт. В реальность. Да. Здорово. Это здорово. Вот в этом как раз, да, я еще раз подчеркну, в этом, наверное, и будущность всех этих ориентированных идей. Потому что действительно в отрыве от живого человека, а тем более от ребенка, это все, конечно, не выживет. Я думаю, у нас такой фаблав вместе с Алексеем Геннадьевичем появится в музее Дарвина, где, а уже все это идет, где вот приходящие детишки туда, туда же приходят с полутора лет, так, они смогут вот этих букашек, таракашек, всего сделать вот это на так называемом 3D принтере из пластмассы, когда они видят. И вот это уже модель, которую они сделали. И можно даже уже сделать движущуюся модель. То есть вот ребята с энтузиазмом в это все идут, им это просто интересно. И нам это движение надо поддерживать. Ребята идут, но здесь вот вы до этого спрашивали по поводу людей, лидеров проектов. Здесь как раз тоже та самая история, когда директор музея Дарвиновского, женщина такой настоящий энтузиаст, который действительно хочет что-то сделать. И вот благодаря таким людям такие проекты могут появляться. Так что ей спасибо. Безусловно, ей спасибо, но тогда я задумался над тем, что ведь энтузиасты это не слишком часто встречающийся индивид. Вы знаете, вы зря так думаете. Вот когда мы начали эту программу, оказалось, эти энтузиасты никуда не подевались. Никуда не подевались. В Пензе, ребята, у них есть движение отцы своим детям. То есть они бывшие сами моделисты, некоторые стали с неплохими деньгами, как один сказал. Слушай, я для этого дела даже подкупил магазин радиодеталей. Я в кружки раздаю. Это движение у них уже свое пошло. По регионам, другим. У них уже отделение в других городах. Они бывшие авиа и там суды и прочие моделисты, радиомоделисты. Они говорят, слушай. Так а наши дети? Ну, мы не должны это пускать на самотек. И они вкладывают даже деньги. И вот им как раз очень приятно помогать. Компании некоторые. Вот Зеленоградская компания. Тебя ребята в кластере. Они говорят, слушай. А молодежь-то где к нам придет? Давай мы здесь и дадим им материалы, еще что-то. Если государство помогает нам еще немножко оснастить такое, так это же хорошо. То есть этот интерес к инновационной деятельности, нам надо молодой. Иначе мы просто останемся потом без кадров этой деятельности. И кластеры любили. Это очевидно, да. То есть определенный уровень проходит, интерес пропадает, а следующее поколение уже. Уже, конечно, огромная яма. Да. Надеюсь, что мы просто из нее теперь будем выбираться. Дай бог, дай бог, дай бог. Ну, еще раз повторю, у меня настолько после, ну и в процессе, и уже сейчас будем заканчивать после нашей беседы, настолько у меня оптимистичный настрой в этом деле, что я, честно говоря, очень рад. Ну, учитывая небольшое количество времени, я хотел бы вас, уважаемые гости, попросить сформулировать. Точнее, давайте так, сначала вопрос опять. Живой, живой, животрепещусь. Мы обсудили сейчас возможность создания класса, точнее, схемы, да. Вот одна схема, так это выглядит, вторая схема, так выглядит. А как вы думаете, вот, с точки зрения участия обычного человека, вот он послушал сегодня, я надеюсь, да, кто-то послушал, в Зеленограде, да, в Троицке и так далее, там подумал. Он подумал и решил, а дай-ка я сейчас в этом приму непосредственно. Ну, я хочу переехать, я хочу поучаствовать, я хочу устроиться в этом предприятии, в этот институт прийти и так далее. Вот каким образом у него есть, или есть ли у него такая перспектива? То есть в конечном итоге ему придется устроиться на работу, если его возьмут. Ему придется там каким-то образом обосноваться, да, и в поиск жилья. Да, дадут ему квартиру или что-то там, помогут снять ее, детей в садик, и вот это, как это выглядит? На сегодняшний день, наверное, какого-то такого замечательного рецепта, что вот приходите по такому-то адресу, вот у нас там возьмут работу, дадут квартиру и место в детском садике, к сожалению, нет. И, собственно, одна из задач Кластера создавать вот именно такую среду, куда бы люди приезжали. Более того, не надо, наверное, обольщаться и думать, что Кластер — это совсем уж такой единый полностью организм. Все равно это совокупность разных компаний с разными условиями, с разными требованиями. И искать работу нужно будет все равно с учетом тех возможностей, которые компания предоставляет, и тех пожеланий и потенциала, которые имеет человек. Но, опять-таки, через этот Кластер это сделать будет проще. Через совет Кластера, через людей, которые будут этим заниматься, которые уже этим занимаются. Вот в том же Зеленограде, про который мы сегодня много говорим, это одна из задач тех самых ребят — создать некую единую базу. Базу, конечно, информационную. То есть кто нам нужен, какие специальности, что мы можем им предложить. И да, и сейчас мы вместе с ними как раз создаем потребности, формируем некий список потребностей по специальности для того, чтобы обсуждать с учебными заведениями, кого готовить. То есть кто готовится к этому. Так что я думаю, что это будет чуть проще. Чуть проще, да, слава богу. И потом ребята, они же, они сами все видят. Если они видят, допустим, в Новосибирске, то, слушай, бизнес идет, зарабатываем нормально. — Кластер помогает, кластер помогает им решить социальные проблемы. Где-то жилье, инфраструктуру, дороги, школы. Слушай, а что, хорошо, становится лучше. И начали ребята возвращаться оттуда. Некоторые просто говорят, а зачем мне уезжать? Я все равно работаю как бы во всем мире 24 часа в сутки, все есть. Погода прекрасная, дух наш российский. — Вот, вот это главное. — Как один мне сказал, слушай, вот видишь, идем мы в 12 ночи, видишь, свет горит. К американцу сейчас бы зайти, а я же, говорит, там жил. Это же надо за неделю договориться. А сейчас пойдем, поднимемся, постучим, зайдем на рюмку чаю, все будет нормально. — Вообще, вы сказали про энтузиастов. Я сейчас, что меня очень сильно радует, это то, что встречаясь с такими людьми, с представителями компаний, очень часто слышу, что нет, а мы никуда не хотим уезжать, мы хотим работать здесь, мы хотим оставаться здесь, мы хотим развиваться здесь, мы хотим, чтобы наши дети здесь росли. Это крайне приятно слышать. — Это здорово, конечно. — Мне вот эти вещи вселяют в меня оптимизм и надежду на то, что туда что-то будет. — Ложку дегтя могу бросить, только не надо, вот у вас как-то, вы говорите, у вас супероптимистическое настроение, я бы вот этого не говорил. К сожалению, пока инновационный процесс еще малую долю нашей экономики занимает, поэтому, но вот эти, правильно сказал сейчас Алексей Геннадьевич, вот эти вот, вот эта часть, как говорит, среднего класса, технологического класса, она очень оптимистична. Так, и вот поддержка ее, ну взаимодействие с ней, оно и самому улучшает настроение, да, и вселяет надежду. — Это правда. — Вселяет надежду, что вообще идем правильным путем. — Правильным путем, конечно. А потом очевидно, да, что вот эти люди, которые рассуждают не в смысле, где бы побольше заработать, где бы мне, так сказать, вкуснее, где бы мне чище, они сначала говорят, да, я вот россиянин, я патриот, я хотел бы остаться здесь, но нет, к сожалению, не было таких возможностей, да, не было условий. А сейчас появляются эти возможности, так бог с ним, я, там бы, может быть, мне было бы и лучше, и вкуснее, и слаще, но я лучше останусь здесь, на родине, потому что условия создаются и все для этого делается. Вот в этом оптимизм, я думаю. — Это неплохо. — Мы будем прощаться, огромное вам спасибо, я напомню, в гостях Иван Михайлович Бортник, исполнитель и директор Ассоциации инновационных регионов России, Алексей Геннадьевич Комиссаров, руководитель репортажа науки, промышленная политика, понимается, сообщество Москвы. — В общем, все хорошо, все впереди, спасибо за внимание. — Будем в это верить, спасибо. — Спасибо.